Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мне часто задают вопрос, Екатерина, а почему вы говорите, что дизайнер занимается именно этим, а не занимается кроем, пошивом образцов, не занимается построением лекал, градаций и так далее? Давайте мы с вами проведем вместе эксперимент, который я провожу регулярно, каждые три месяца точно. Я захожу на сайт вакансий, один из самых популярных от Hunter.ru в России и смотрю, какие есть требования к дизайнеру одежды, что поменялось и как, что происходит. В том числе я смотрю, в каких программах работают дизайнеры и почему их так важно изучать. Буду делать все вместе с вами. Поехали! Приглашаю вас присоединиться к этому интересному исследованию. И сразу скажу, здесь бывает куча всякой интересности и посмеяться тоже есть над чем. Смотрим. Итак, графический дизайнер одежды. Здесь сразу какая-то ерунда в названии вакансии, а именно графический дизайнер одежды, что они имеют в виду? Это технический дизайнер, это еще что-то? Ну, в общем, странно. Давайте читаем. Российский бренд повседневной одежды. Так, совокупный доход. Разработка принтов на ткани и графических элементов для проектируемых моделей. То есть это принтист по факту. Разработка макетов для шелкографии и вышивки, помощь в создании баннеров на сайт рекламной продукции. Вот честно, друзья мои, когда пишут такие вакансии, мне кажется, прям надо посылать. Вам нужен графический дизайнер, который полиграфист, или вам принтист нужен? Это две разные профессии. Объясняю почему. Если мы говорим про принтиста, вот про шелкографию и все остальное, человек должен знать технологию производства для того, чтобы правильно готовить документы. Если мы с вами говорим про баннеры, то этот человек должен знать полиграфическую, ну, про производство полиграфии и знать эти особенности. Вы что хотите так человека? Швеции жнецы на дуде игрец? Но при этом, смотрите, уверенный пользователь Adobe Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, Procreate. Так, хорошо. Это что-то странное. Дизайнер одежды по отрисовке эскизов и принтов удаленно. Так, это вот то, о чем я говорила. После 2019 года, после пандемии, которая случилась, появилось достаточно большое количество вакансий удаленных. Так что это очень даже может быть то, что надо. Смотрим. Французский бренд одежды. Дизайнер. Составление технических эскизов на модели одежды и принтов в программах. Photoshop, Illustrator, CorelDRAW. Действительно, почему я все время про программы говорю? Разработка бирок, лейблов, вышивок, нашивок. Взаимодействие с дизайнером и креативным директором бренда. И внимание, смотрите, какое шикарное. Если вы не умеете рисовать принты, ткани, никогда не рисовали технические эскизы модели одежды, не тратьте свое и наше время. Вы нам не подходите. Написано Коплоком. Угадайте, почему. Скорее всего, их задолбали. Именно поэтому я своим студентам всегда говорю, что формируйте портфолио во время курса, чтобы у вас было что показать. Даже если вы до этого не работали, вы хотя бы покажете, что вы умеете работать в программах. Смотрим дальше. Иду прям последовательно по вакансиям, ничего не вычеркивая. Тут приколов много. Как всегда встречаются. Каждый раз разные. Поэтому на что мы сегодня с вами натнемся, я не знаю. Давайте посмотрим. Ну, как минимум, десяток вакансий посмотреть надо. Смотрим. Так. Это у нас бренд R&Z. Так. Создание фэшн-эскиз в электронном формате. Технический эскиз, художественный эскиз. Что они имеют под фэшн-эскизом? Разработка и отрисовка принта, шевронов и аппликаций. Участие в разработке ассортиментной матрицы, создание концепции бренда. Проверять файлы на соответствие тех требованиям. Соблюдать регламенты. Другие задачи в рамках специальности. Хорошая формулировка. Мне нравится. Там может быть все, что угодно. Вот у меня к этой вакансии вопрос, что такое фэшн-эскиз. Они фэшн-эскиз имеют в виду или что? Не знаю. Не могу ответить. Надо им писать. Специализация графический дизайн. Пакет фотошоп, иллюстратор, адопен дизайн, прокреет. Что меня здесь смущает? Если они говорят про адопен дизайн, адопен дизайн – это программа верстки. В основном они верстают книги. Вам зачем? Если вы ищете дизайнера одежды. Понимание тенденции моды, стиля одежды, высокий творческий потенциал, умение выдерживать фирменный стиль, выполнять работу. Ну, в общем, все понятно. Идем дальше. График гибкий. Работа в офисе, а можно удаленно для тех, кто ищет. Так, идем дальше. Дизайнер одежды. Fit in Space. Так, это бренд дизайнерской одежды, наполненный смыслом, рожденный в Москве. Так замечательно. Быть, а не казаться. Участие в разработке коллекции, мудборды, референсы, подбор трендов, отрисовка моделей, подбор тканей и фурнитуры, технические эскизы, конфекционные карты. Вести спецификации коллекции, работы в связке с графическим дизайнером. Опыт работы. Так, так, так. Ну, и здесь опыт работы с промышленным производством, понимание того, как строится коммерческая коллекция, знание трендов, любовь, готовность к выполнению. Так, ну, в общем, ну, ладно, допустим. Идем дальше. Nameless. Если я правильно прочитала. Российский бренд одежды, основан в 2017 году. Так. Анализ глобальных трендов и модных тенденций. Разработка мудбордов, выбор цветовой палитры, стилистические направленности. Обработка и переработка идей в концепции бренда. Отрисовка творческих и технических эскизов, принтов. Проверка выкрасов, утверждение материалов. Ну, это лапдипы, разнообразные хэнгеры и все остальное. Это вот это оно. Участие в примерках, корректировка опытных образцов, да, обсуждение концепции, подбор материалов, да, взаимодействие со смежными специальными... Да, да. Ну, специалисты это, как правило, технологи, конструкторы, возможно, портной или пошив, то есть там это будет что-то смежное. Так, профильное образование, ттт, наличие портфолио обязательно, о чем я всегда вам говорю. Понимание мировых модных тенденций рынка, опыт уверенный пользователь графических программ. Да, детка! Господи, кто пишет эти вакансии? CorelDRAW, иллюстратор, фотошоп, индизайн, Кло 3D, Marvel's Designer. Выдыхаем. И вопрос, вы на чем работаете? Во-первых, опять же, то же самое индизайн. Вам нахрена индизайн для того, чтобы вам дизайнер рисовал эскизы? У меня такое ощущение, что это тупые HR, уж простите меня, но это реально тупые HR, которые просто видят слово дизайнер и копируют в набор программ. Ну, ребята, ну зачем вам индизайн? Ну, что вы с ним будете? Это не полиграфист. Ему не нужно. CorelDRAW или иллюстратор и фотошоп? Да, CorelDRAW или иллюстратор? У вас какой пакет закуплен? С чем вы работаете? Ну, скорее всего, наверное, Adobe. Но Corel, иллюстратор, фотошоп, что у вас стоит? На чем у вас сидят дизайнеры? Вот это и вишенка на торте. Кло 3D и Marvel's Designer. Это две одинаковые программы. Они на одном и том же движке. Вам какое 3D нужно? Вам зачем человек, который знает и Кло 3D, и Marvel's Designer? И еще такой маленький момент. Здесь получаются программы для трех специалистов. CorelDRAW и иллюстратор, фотошоп – это дизайнер одежды. Индизайн – это верстка. А Кло 3D и Marvel's Designer – это 3D дизайн. Вы просто поймите, что человек физически вам не успеет сделать все в этих программах. Вы чего хотите? И чары, дорогие, спросите, пожалуйста, у того, кто вам эту вакансию дает, что ему нужно. Не надо списывать с других вакансий. Спросите, какой у них стоит. Потому что, может быть, человек хорошо знает иллюстратор, а придет в итоге на CorelDRAW. Или он знает Marvel's Designer, а вы ему скажете, что на Кло 3D надо работать. Но не пишутся так вакансии. Ух, вообще просто. Вот это вот огонь. Вот это огонь. Бывают такие вакансии. И швец, и жнецы на дуде и грец, который должен все делать. А здесь тоже какой-то семирукий восьминог, который должен уметь что-то все, и непонятно что. Ну, как бы, блин. Вот это прям огонь. Вот это огонь. Не люблю, когда так пишут вакансии, потому что реально ни черта не понятно. Но явно какой-то один софт закуплен. Ну, не все у них куплено. Ну, не может быть. У них и Marvel's, и Кло. Если нет, пожалуйста, напишите мне. Я сделаю опровержение, что это не так. Ну, просто. Художник-моделлер бренда «Спортивные одежды». Пошел восторг. Я же говорила, там всегда в этом анализе находится восторг. От того, что пишут не зная что, до того, что пишут вообще все, что знают. Едем дальше. Уважательные и соискательные, обязательно в сопроводительном писте необходимо прикрепить ссылки на актуальную портфолио социальной сети. Так, поиск референс, разработка коллекции, подбор цветовой гаммы, отрисовка эскиза в графическом редакторе, отрисовка принтов, подготовка к печати, подготовка тех документаций для опытного образца, внесение корректировок в модели после примерки, сопровождение модели до момента запуска в производство, анализ топовых трендов и участие в маркетинговых активностях. Вот адекватно, да? Уверенный пользователь, CorelDRAW, Photoshop иллюстратор. Ёпросете, ну какая вам программа нужна, Corel или иллюстратор? Ну почему вот везде, вот везде пихают, и потом ты приходишь, не, у нас только Corel, не, мы только с иллюстратором. А написать это можно? Ну явно закуплено какое-то одно программное обеспечение, но не все у них куплено. Так, знание технологии обработок, ну очень адекватное, очень адекватное, что по деньгам, и денег не пишут, что. Ну ладно. Ну просто вот, кстати, заметили, нигде не написано саппор, нигде не написано пошив и нигде не написано построение лекал, то с чего мы начали, да, вот этого нету. Так, ищем дизайнера, успешным опытом работы в модной одежде. И все, да, вот это все? Ожидание от кандидата в опыте успешной кейса по дизайну женской одежды. Наша целевая аудитория в среднем или высоком ценовом сегменте масс-маркете. Иностранное дизайнерское образование, опыт сотрудничества с иностранными компаниями в дизайне жен так. Условия от дизайнера требуется только дизайн, организация разработки, закупка материалов и производство, остаешься нашей функцией. Странно, что вы хотели бы, чтобы закупкой материалов занимался дизайнер, правда? Для этого есть продукт-менеджеры и есть снабженцы. Так, оплата высокая, своевременная в зависимости от уровня кандидата или успешности его продаж. Вот такие вакансии у меня всегда вызывают содрогание. Объясню почему. Потому что если вот предыдущую вакансию, которую мы смотрели, там есть четкий, понятный функционал. Ну, несмотря на то, что путаница в программе, это все выясняется на моменте собеседования. Вы приходите и спрашиваете, в какой программе вы в итоге работаете, что делать. Все понятно. Вот здесь вообще ни хрена не понятно, что вы будете делать. Требуется только дизайн. В понятие дизайн можно вложить все, что угодно. Поэтому если вдруг идти вот на такую вакансию и отвлекаться на нее, то очень-очень внимательно читать, что вы должны будете делать. Подписывать этот список и говорить, что я работать буду по списку. Потому что навешать могут все, что угодно. Такие вакансии меня всегда напрягают. Идем дальше. Ассистент-дизайнер женской одежды. Вот это, кстати, должна быть стартовая позиция, на которую вполне можно претендовать, если у вас нет опыта. Так, российский бренд. Именно сейчас у нас есть прекрасная возможность. Счастью, мы открыли конкурс. Так, на конкурсной основе. Так, 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 так. С чем предстоит? Помощь в отрисовке тех эскизов. Сбор информации по трендам. Подбор тканей и фурнитуры. Работа с экспериментальным цехом. Согласование и передача материалов. Самостоятельность, ответственность. Чувство стилей к фэшнам. Уверенное пользование MS Office. Знание программы. Иллюстратор. PowerPoint. Боже, друзья, я вас обожаю. Шикарное описание вакансии. Иллюстратор, PowerPoint. Даже Photoshop не стали указывать, потому что он, видимо, не нужен. Класс. Все понятно, все чисто. Заметили? Иллюстратор. Едем дальше. Это ассистент. Так, а что там с опытом работы? Так, чистые пруды. График с 10 до 19. Неудаленная работа. А опыт работы не указан. Вполне возможно, что в связи с тем, что это ассистент и конкурсная основа, то возьмут и без опыта, если хорошее портфолио. Так, дизайнер женской одежды. Как видите, иду. Так, дизайнер женской одежды. Смотрим. Для ваших новых коллег мы ищем своего вдохновителя с чувством современного тренда. Так, создание коллекции женской одежды. Разработка концепции коллекции. Отрисовка эскизов, тех эскизов, принтов и фирменной фурнитуры. Участие в примерках. Взаимодействие с конструктором и технологом. Не построение лекал. Подбор материалов. Взаимодействие с продакт-менеджером и главным дизайнером по коллекциям. Так. Профильное высшее. Знание графических пакетов Adobe Coral. Photoshop. Опыт работы дизайнером. Знание основ конструирования технологий шейного производства. О чем я всегда вам говорю. Знание основ. Это не значит, что он будет этим заниматься. Он просто будет вместе с конструктором обсуждать какие-то вопросы технологии. И он должен понимать о том, что он делает, а не просто так. Альтернативный подход к резюме коммуникабельности. Т-т-т-т-т. Ну, в общем, вот хорошее. Ждем твое резюме с портфолио. Заметили, насколько часто в вакансиях указывает портфолио? Потому что очень много людей бегут, я хочу, 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 а портфолио нет. Обязательно формируем портфолио. Так. Идем дальше. Младший дизайнер одежды. Вот это тоже должна быть стартовая позиция. Так. Работа с дизайнером и конструктором. Создание коллекции. Разработка паттернов новых моделей. Анализ трендов. Видение разрабатываемой модели. Покупка ткани, резины, кружева для обработки новых моделей. Поездки в специализированные магазины примерно раз в неделю. Это жесть. Так. Профили образования и дизайн одежды. Иллюстратор, фотошоп и желательно индизайн. Да что ж он вам так уперся-то? Понимание тенденций в моде. Я просто учила QuarkXpress и индизайн. Я поэтому удивляюсь все время на него в вакансиях. Я знаю из программы, но нахрена я до сих пор не могу понять. Так, 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 так. Так, на руки, ттт, скидки на продукцию. Так, ну что, давайте посмотрим дальше. А вот, кстати, крупный бренд. Спортмастер. Так, ассистент дизайнера одежды. Компания крупная существует давно. И здесь, кстати, заметьте, скорее всего будет все отлично. Так, ассистентов, группа дизайна одежды для зимних экстремальных видов спорта, одежды для плавания. Нифига себе, у вас разброс. Так, помогать команде дизайнера в разработке коллекции, подбор по ТЗ референсов, отрисовка моделей ПТЗ, отрисовка графики для продуктов ПТЗ, помощь в отрисовке, введение процесса подтверждения, коммуникации со смежными отделами, помещения тттт. Вот, и смотрите, очень четко указан программное обеспечение. Я просто, ну, знакома с группой компании Спортмастер, и там у них стоит пакет Adobe. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, PPP – это их внутренняя программа CRM, но ей обучают всех сотрудников Excel, свободное владение. Или, ну, это не Microsoft PowerPoint, PPP, вот при всем уважении. PLM-система какая-то, скорее всего. Вот. Так что, и вот здесь, видите, образовательные туда-сюда. Да, но это крупные ребята, вообще это хорошая фирма, там много всего. Ведущий дизайнер одежды, фирма Чайка. Смотрим. Анализ модных тенденций, да. Составление Moonboard Trendbots. Представление предложений по трендам, ассортименту, адаптация к потребностям. Да. Разработка концепции, идеи, коллекции. Да. Формирование точного техзадания на каждую группу изделий. Ассортиментная матрица и межсезон. Работа с разными группами ассортимента. Пуховики, пальтовая группа, костюмная группа, текстиль и трикотаж, вязанный трикотаж, доним, аксессуары. Но это старший дизайнер, то есть у него в подчинении должно быть еще несколько дизайнеров, на которых он будет выдавать ТЗ. Отрисовка художных эскизов, технического рисунка и подготовка тех документаций на каждую модель. Работа с текущей базой лекала и перерабатывание их под новые коллекции. Взаимодействие с конструктором, описание модели тех А. Ну то есть как бы на основе существующей базы разработка. Но это промышленное моделирование, это нормально. Я просто думала о построении лекала, ну нифига себе, еще когда это все успеть. Так, подбор ассортимента тканей и фурнитуры совместно с директором. Разработка принтов, участие в примерках, участие в запуске моделей в производство, сопровождение экспериментальных образцов, руководство штатом из двух дизайнеров. То, что я говорила. Ассортиментная группа большая, скорее всего в подчинении кто-то есть. Ну просто, чтобы вы понимали, с таким объемом в разработке одному человеку не справиться. То есть ты будешь жить днями и ночами и не вытянешь этот объем. Поэтому, так, высшее или неоконченное образование, обязательно профильная специализация, успешное подсоздание, обязательно наличие портфолио. Опять портфолио, портфолио везде. Знание понимания, знание графических редакторов. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Сразу четко понятно, на чем работает компания. Никаких, блин, дизайнов и всего остального. Так, слушайте, ну вот хорошая вакансия. А сколько денег предлагают? Деньги не указаны. Ну, как обычно. Самые интересные вакансии. Графический дизайнер Fashion Eskiza. Первый раз такое вижу. Смотрим. Так, компания Илья Шиян. Надеюсь, правильно прочитала. Заинтересованы в привлечении как опытных, так и начинающих графических дизайнеров. Создание Fashion Eskiza. Откуда они это взяли? Технический эскиз, хут-эскиз? Я так ощущаю, что это та же какая-то... То ли скопировали, то ли та же самая. Что-то как-то... Так, смотрим. Соблюдать. Это умение применять технику Fashion Eskiza. Может, они Fashion Illustrator имеют в виду? Я, вот честно, я дизайнер с высшим образованием. Я больше 8 лет работала в крупных брендах. Я не знаю, что такое Fashion Eskiza. Может быть, они и художественные эскизы имеют в виду? Fashion Illustrator. В общем, вопросики. Так, Photoshop, Illustrator, Adobe... Ага. Procreate. Вот Procreate это интересно. Готовность выполнить тестовое задание при успешном прохождении собеседований. Наличие хорошего портфолио – главный залог успеха. Надо формировать портфолио. Так, давайте еще парочку посмотрим. И я думаю, что, в принципе... А вот смотрите, главный дизайнер одежды. Это, опять же, вот должности ассистент дизайнера, дизайнера, главный дизайнер одежды. Это как бы ступенечки такие. И понятное дело, что у ассистента у него более такие принес... Ну, не принеси, подай там, отрисуй, сделай, посмотри, подправь, отправь туда-сюда. Да, дизайнер уже непосредственно, ну, это рабочая лошадка. И главный дизайнер, он будет контролировать этот процесс, но тоже включая все это остальное. Поэтому уровни разные. И, естественно, на главного дизайнера смысл подавать резюме, если вы никогда не работали вообще в этой сфере, ну, не имеет смысла. Это минимум года три должно быть опыта в дизайне одежды, чтобы уходить на главного. Ну, мое личное мнение. Так, интермода является одеждой 800 магазинов в России. Электростайл, хороши. Что мы будем делать? Разработка новых коммерческих успешных моделей одежды. Презентация трендов по цветам. Смотрите, в ВГСН, Пантон и другие линии брендов одежды. Ну, то есть, это все трендовые агентства. Кстати, ВГСН сейчас уходит из России, вот интересно, как с ним работать. Разработка новых коллекций. Подготовка защиты концепции, подбор тканей, фурнитуры. Подготовка ассортиментного плана, дизайн коллекции, контроль работы принтиста. Командировки в Китай на производство. Посещение выставок, поиск презентации прототипов. Кто знает, что такое прототипы? Напишите в комментариях. Так, проведение примерок образцов. Составление замечаний и предложений по изменению дизайна. Подготовка дизайнерской документации. Вот смотрите, когда сразу компания работает уже долго, вот нету никаких вот этих вот абстрактных заниматься дизайном. Подготовка дизайнерской, не технологической, дизайнерской. То есть, он готовит от себя предложение, передает конструктору и технологу, и они разрабатывают полный пакет документов. Там еще конфекционер подключается. Но не может дизайнер все это пропахать один. Потому что, если там 800 магазинов, там сменяемость достаточно высокая, но у человека в сутках 24 часа, даже если он вообще спать не будет, он просто не сможет физически это все сделать. Поэтому идет такое разделение. Так, высшее профильное, успешный опыт от трех лет, потому что я говорила, меньше не возьмут на такую должность, не возьмут. Так, владение программами для создания. Coral, Photoshop, Illustrator. Не знаю, что у них стоит. Может быть, то и другое стоять. Вот. Так что, вот видите, хорошая вакансия. От 200 тысяч рублей на руки. Прям хорошо. С командировками, там вот было написано обязательное наличие загранпаспорта и так далее. Ну, то есть, очень приятная вакансия. Я бы вот такую, наверное, рассмотрела. Правда, не хочу. Я сейчас не хочу. Но вот вакансия приятно написана, и в ней все понятно. Это вот самое главное, когда ты туда попадаешь. Так, ну давайте дизайнера обычного посмотрим, ладно? Не ведущего дизайнера, а именно обычного. Ну, чтобы было разнообразие. Так. Магазин, специализированный на производстве и торговле уникальной одеждой, наполненной сарказмом, тщательной ручной работой, вниманием деталям. Ой, там может быть что-то. Так, так, так. Создание художественных и технических эскизов. Вот. Создание художественных и технических эскизов. Я абсолютно понимаю, о чем речь. Вот фэшн эскиз для меня загадка. Художественные эскизы вообще не загадка. Я четко понимаю, о чем речь. Взаимодействие с конструктором и технологом. Разработка технических эскизов на модели одежды и принтов. Разработка бирок, лейблов. Контроль пошива, подбор ткани. Обработка конструкции одежды и контролей пошива. Но это вместе с конструктором все делается. Да, да, да. Photoshop, Illustrator, Coral или аналогичными программами. Да, давайте еще какую-нибудь одну посмотрим. Нету тут что-нибудь прикольного. Может быть дизайнер принтов. Ну вот давайте еще. Вот смотрите, начинающий дизайнер Gloria Jeans. Gloria тоже крупная компания, давно существует. Поэтому давайте посмотрим, как они описывают. Так, отслеживание модных тенденций, изучение рабочего процесса, подбор ассортиментной ткани совместно с дизайнером, отрисовка эскизов и корректировка совместно. Так, что нам нужно? Активность, обучаемость, сервисоустойчивость, готовность к новозадачности, знание английского языка преимущества, высшее образование. И смотрите, знание программ Photoshop и Coral Drop. Вопросов нет. Шикарное описание. Вот за что люблю крупные бренды. Вопросов нет. Все написали. Так, во, дизайнер мужской одежды, ну хоть что-то другое. Вообще сейчас много вакансий. Потому что я помню, когда в свое время искала вакансий, прям было мало. Там 50 вакансий, ты на все откликнулся и сидишь, ждешь пока новый вакансий. А сейчас там куча вакансий, в том числе и много удаленных. Так, что мы хотим? Дизайнер мужской одежды. В связи с активным ростом компании мы ищем в команду дизайнера мужской одежды. Так, достойный уровень, пятидневка, оплата по ТК, оплачиваемый отпуск, креативный, так это понятно. Разработка мужской коллекции, анализ модных трендов, готовить эскизы лекала, конфекционные карты, ввести спецификации коллекции, модборды, подбор тканей, фурнитуры, разработка техдокументации, запуска модели, разработка, работа в команде дизайнеров, участие в примерках. Вот знаете, готовить эскизы лекала, конфекционные карты меня пугает. Потому что, скорее всего, что здесь происходит, когда я вижу такие вакансии? Они решили, что им нужна мужская одежда. Мы сейчас возьмем одного человечка, он нам все сделает. Многорукий многоног. Я бы очень аккуратно откликалась на такие вакансии, потому что на вас просто сядут и поедут. А потом оттуда прям не вылезешь. Опыт работы с юго-восточными производителями одежды. Иллюстратор, фотошоп, тоже чисто все спокойно. Опять иллюстратор, все как бы спокойно. Давайте еще кого-нибудь посмотрим. Вот подешевле вакансия. Младший дизайнер. Так, 1-3 года. Возможно, подработка сменами в 4-6 часов по выходным или вечерам. Смотрите как. То есть для начинающих. Моделирование и конструирование модели женской одежды. Подбор тканей и фурнитуры. Подготовка тех эскизов. Взаимодействие с технологом, портным и лаборантами для пошива образцов. Конструирование одежды в Клод 3D. Осуществление виртуальной примерки в Клод 3D. Корректировка лекал, устранение дефектов и достижение наилучшей посадки на фигуре. Так, профильное образование, ттт. Вкусы, гибкое мышление. Да, ну вот смотрите, очень четко указано, что Клод 3D. Ну за такие деньги, ребят, серьезно. И смотрите, вакансия модельер-конструктор. В скобочках дизайнер одежды. Все-таки моделированием занимаются лекал, именно конструктора. Все, последние вакансии, и мы заканчиваем. Технический дизайнер одежды. По-моему, не было еще такого, да? Зола тоже уже давно известная фирма. Смотрим. Работка, это обучение в процессе, разработка технического эскиза. Модели по заданиям дизайнеров-стилистов и продукт-менеджеров. Так, высшее образование, дизайн костюма, наличие портфолио-приложений к вашему резюме, опыт работы не обязателен. Уверенный пользователь-иллюстратор и фотошоп. Как я и говорила, многие крупные бренды сидят именно на продуктах Adobe. Знания и понимания тенденций моды, стилей одежды, креативность и коммуникальность. В общем, вот такая история, ребят. Смотрите, откуда я беру и почему дизайнеры занимаются именно этим. Я открываю вакансии, начинаю их листать и получаю вот такой список. Ничего сама не придумываю. Я сама работала в крупных брендах. Я работала в Остине, я работала в Спортмастере, я работала в Ансити. Я знаю, как они устроены изнутри. Работала я там долго, ездила на разные выставки, ездила и в Европу, и в Китай. То есть я это все понимаю. Для меня вот здесь я ни одного незнакомого слова не нашла, кроме фэшн-эскиз. Вот единственное слово. Я не знаю, как вы думаете. Наверное, это художественный эскиз или фэшн-иллюстрация они имеют в виду. Вот. Так что вот такая история. Если вам это все интересно, я обучаю профессионально Adobe Illustrator. Учу вот это все делать. Учу рисовать эскизы, учу создавать портфолио, делать принты, дизайн-описание и так далее. То есть после моего курса можно собрать портфолио и отвлекаться на такие вакансии. Тем более вот есть вакансии, где можно без опыта. И даже несмотря на то, что указано высшее профильное образование, если у вас уже есть наработки, например, вы конструктор, технолог, закончили колледж, или вы просто очень хорошо шьете, и у вас классное портфолио, вполне вероятно, устроятся на такие вакансии и вас возьмут, если вы покажете свой уровень профессионализма. Я вам оставлю ссылочки для регистрации, например, на мой курс по Adobe Illustrator, либо на покупку моей книжки Adobe Illustrator в дизайне одежды на Lit Race, либо в моем магазине, где ее можно купить в бумажном виде. Если у вас появились вопросы, обязательно пишите в комментариях и скажите, что вам еще интересно рассказать. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.